всем доброе дождливое делорусское утро сегодня проснулась да дождь идет холодно надела шапку надела колдотки под штаны уж дома такая жарища да я распарилась мне до 20 полку мало ли просквозит это было теплым и я прибежала сдавать анализы не надо было ждать кровь и кг сделать но я уже пораньше 99 действия было не было два человека было в очереди самая большая очередь по понедельник он среди недели нормально так как бы число богу такого нет мира вируса такой заболеваемости высокая все короче сдала анализы это полдесятого может быть 20 не ела пошли сахар сдавала и такой проснулась умылась пошла поликлинику даже поехала на автобус потому что что идет обратно пойду уже и что начинать еще магазин юля вчера нам готовила вкусную бабку поснимаю перед домой и помидор сметану и масло что идем сейчас магазин снимаю осеннюю красоту смотрите какой ковер из 200 обожаю листопад здесь нашли же дождь погода нет плохой погоды да минус вот этих осенних замшевых ботинок что они у меня же все мокрые пальцы промокли ноги промокли все иду домой тушиться хочу купить красную икру смотрите цены у нас здесь она такой дешевая где-то 3-4 яра стоит она российская надо посмотреть здесь у нас вот здесь тоже очень красиво смотрит такой ковер из листьев из клена это дорогая совет всегда ходила на свой район поликлинику и вот здесь эти клёны стоят желтые желтые при желтой видишь красота камера не передает какие-то серо и немножко черные эти клёны да на самом деле они очень желтые и обалденно красивые ковер из листья просто так единственное что у меня ноги уже все мокрые да на удивление не купила никакой вредной еды колбасы да селёвки что-то посмотрела постояла подумала думаю нет не буду покупать вредную еду вот это новость помните я тут шла и думала не ветки обрезают они деревья поспиливали эти тополя тополя стояли здесь столько лет господи им было наверное уже по 40 лет этим тополям посмотрите поспиливали тополя старые наверное были не знаю и там еще идет ремонт дороги надо сейчас обойти как-то трактор я уже дома буду завтракать чутка голодная 11 часов вчера покупала в короне беляши так что буду завтракать беляшом а что потом не знаю или еще бутерброд сел или эклер у меня оставался сейчас подумаю что я буду кушать вот мой беляшик вчерашний я думаю что будет вкусный хотя вчера я ела шубу было вкусное мясо это и чай заварила тут у меня еще есть конфетки ну пока начнем с беляша и вот так выглядят мои покупочки с магазина мне добыла сметана к бабке сейчас покажу бабку масло подсолнечное у нас заканчивается что я купила конфеты тоже в дорогу купила арофлотские это самые вкусные белорусские конфеты для меня с вафрикой и эти конфеты вкусные каракан с миндалем вот они у меня здесь уже есть тоже очень вкусные такие маленькие знаете в рот кинул и не надо много есть это я тоже беру с собой это я уже с собой на дорогу собираю потихоньку купила масло сливочное и два срочка все-таки так и купил лампадку лампадку папе вчера я покупала в церкви маме завезу а это папа папа у меня умер господи мне было 12 лет это 32 28 лет назад представляете вот и за все это удовольствие заплатила 1877 но это дешевский магазин здесь все дешевле вот приближайте цены смотрите это получается сколько это получается где-то 5 евро может пять с половиной евро вот это все за это съем все-таки еще бутербродик такой с маслом то что этот батон он необычный такой сладковатый с маслом и сыром и такую одну конфетку съем конце я не такую а вот эту с миндалем будет мне вкусненько вкусненькие эти конфетки российские говорила я нет российские эти конфеты очень вкусные и вот так вот выглядит бабка которую сделала Юля вчера бабка это такая знаете а-ля драники только в духовке запеченные здесь получается курица она жарила с луком обжарила в середине это вот масса с картошки и сверху сыр вот она запекала буду есть со сметаны сегодня в обед сижу загружаю видео про врезку крепость я вчера его монтировала долго полтора часа потому что видите видео 35 минут практически я уже не раз говорила что длинные видео долго монтируется долго потом его выгружалась программы где-то без 15-12 поставила выгружаться но час выгружалась я уже легла спать без 20 сейчас и вот пришла с поликлиники ну как бы я вчера его еще поставила пока в душ выводится короче пять раз ставила загружаться на youtube благо что он загружается можно прервать и потом заново ну возобновить загрузку так что вот видео возобновилась осталось только сделать описание и обложку к видео вот такая у меня работа ну что выставила видео на канал сижу смотрю обычно я смотрю видео до загрузки на канал так как она была долго длинная меня было времени думаю ладно как бы монтировал вроде не блоки это у меня сильных косяков посмотрю уже у себя на канале да и так с удовольствием посмотрела вы знаете я всегда когда снимал мне кажется ой что-то не то сказала что-то не то ну не получится да как-то ну в общем потом когда я делаю массаж массаж господи но в общем потом когда я делаю монтаж я вижу что очень красиво все получается да и говорю так как надо ну как бы мне иногда не хватает подобрать слова да но все равно я стараюсь курить какие-то свои эмоции и что хоть что-то вам рассказать да показать памятник жажда когда бойцы рискуя своей жизнью пытались добраться к реке это самый такой момент трагический момент в этом видео с детства я помню как нам рассказывали про этот памятник сели конечно очень грустно об этом хорошо снято показано это фильме брестская крепость как люди реально умирали от жажды не было ни даже глотка воды так как сегодня праздник даже есть цветы в дикие в воде сейчас воды полно сюда люди умирали за глоток воды чтобы хоть лоток воды даже не для себя а для раненых для раненых вот так боец полз к реке вот она река буквально 10 метрах попробую доползли еще к ней поэтому конечно же много погибло людей вот так попытки достать еще не видел это видео обязательно посмотрите я уверен что вам понравится а вообще лучше всего посмотрите фильм брестская крепость для тех кто еще не видел там вот вот просто до мельчайших подробностей рассказали показали как начиналась война и как люди это переживали так но я вспомнила что я не забрала паспорт то есть новый мне дадут через две недели остались скажешь и через три дня могут отдать и уже прошла неделя я была в том районе где находится поликлиника и паспортный стол я совсем забыла про тот паспорт я сейчас еду делать узи мне нужен будет паспорт и так не хочется на улице дождь я даже хотела лечь поспать часик но уже по времени смотрю что я не успеваю не поспать ничего села смотреть свой влог да так что придется идти за паспортом и ехать город как-то так придется заранее выходить минут на за 40 может за полчаса я смотрю автобус подъеду наверно туда на район чтоб не идти ноги не мочить хотя поставила свои ботинки под батарею чтоб сохли все отправляют делать узи все забрала паспорт с нашего жезда и все восхищает золотой осенью да тут такие красивые клены сейчас все поснимаем сюда начинаем с такого ковра да на асфальте и вот такой обалденный красивый клен шумит шуршит последний белорусский флаг развивается все я иду на автобус ехать город известных торт к такой момент ехала в автобус сейчас сюда девочка спала маленькая девочка не знаю лет 89 ей может здесь по вторую смену ехала или со школы короче достал ребенок и все встали на вход и никто я не разбудил и ребенок спит да я к тому что с одной стороны я осуждаю этих людей то есть но никому не пришел в голову разбудить этого ребенка насколько черствые люди да да я вот такой молодец подошла и спросила девочку куда она едет на дубровку она едет или куда вот складай на дубровку так вот там еще красивый дерево я пойду там поснял так что сделайте добрые дела ну конечно не специально от чистого сердца не проходите мимо не проходите мимо и все равно будет благодарна вот такие обалденные клены в детском саду они еще с другой стороны есть и смотрите сколько листьев гора листьев на моем жизненном пути тоже часто встречаются добрые люди тоже мне иногда вот помогают и так приятно что вот здесь такие люди не черствуют которые могут помочь с другой стороны еще поснимаю этот садик смотрите какие здесь клены все еще два-три дня и все опадет провожаем осень так сказать наслажаемся последними красками золотой осени до моей ботинки не высохли такие полу сырые отдела другие колготки по тепле но как-нибудь перебудут уже будут вечером сохнуть мои ботиночки от дождя ну что прошла свои узи обследования записалась на щитовидную железу так вот сюда зайду пока там машина будет на дороге слышно очень щитовидная железа кто не известно смотрит на площади свободу делала самое дешевое нашла прайс 13 рублей это в евро 4 евро почти и еще дело узи по-женски до провериться 26 рублей это 7 с половиной евро то есть кто меня смотрит девочки на матка и придатки 26 рублей белорусских после 40 лет проверяться надо каждый год потому что всякие не очень хорошие штуки возникают так что берегите себя мои любимые мои хорошие так а я еще по планам хочу пойти к тому стоматологу посмотреть посмотрите на меня чтобы записаться на прием надо мне достали щеки надо полежала еще до другого врача короче врач на враче у меня сегодня ну что вышла от зубного и пошел дождь пошел дождь и зубной мне сказал не очень хорошую новость я смотрела на себя в зеркало и думала мне показалось вот так мне не показалось у меня реально стесали с чистами дубы я их во сне тоже зажимаю по челюсти понимаете у нас еще какая-то психологическая проблема надо пихотерапевку все я еду домой и буду вам все потом дома рассказывать но пока конечно я в шоке иду и это все обмозговываю в своей голове я нашла еще магазин купила себе кабачковые игры да но завтра идет душ и я стою на самой оживленной улице горы резко в булеваре космонавтов вот встал здесь под козырек и через 10 минут у меня будет автобус вот поснимаю заодно вам наш булевар космонавтов как выглядит огромная такая улица есть и каштаны уже такие пожегшие посохшие вот такая вам красота с города Бреста кстати в этом платном центре куда я ездила лоди делать не надо было не нужно было пасху я только за пасху помяла но когда я намочила ноги в лишний раз наконец-то я дома в пол седьмого вечера я думала буду встать дома но я просидела под стоматологическим кабинетом 45 минут но она меня проконсультировала сейчас поем потому что жуткая голодность не без обеда был у меня завтрак пол одиннадцатого и все буду есть ухвенную бабку с котлеткой да будет мне очень вкусно со сметанкой вот смотрите я вам показывала с утра эту бабку на срезе как бы ее показать так вот здесь получается она делала эту курицу с луком такую пассеровку и вот это тесто как на драники сверху все я буду кушать всем наиприятнейшего аппетита а еще меня ждет обалденно вкусный десерт да да и давай пирожное но я съем половинку и обязательно съем этот эклер он обалденно вкусный со сгущенкой и здесь у меня как всегда чай зеленый с мятой я думаю у дочки мято попросить себе в испанию что ли что-то я подсела на этот чай очень вкусно зеленый чай с мятой обалдеть просто и мне сказали вчера что нельзя есть на ночь сладкое потому что не уснешь потом организм будет перерабатывать эту глюкозу то есть здесь 10 в 11 вечера нежелательно есть сладкое можно до 8 до 9 но может чуть-чуть сладкого но немного то есть это чтобы не было нагрузкой на организм и вы смогли заснуть спокойно смотрите кто меня из беларуси смотрит и живет большие города где есть корона супермаркет корона купите вот такие эклеры с сгущенкой это очень вкусно это просто божественно мы купили пирожное но стоило 12 рублей вот этот кусок то есть оно вкусно я не спорю вот эти пиры если просто к чаю вот так 4 рубля мы отдали за три эклера то есть это очень вкусно евро вот я вам говорю евро за три эклера вот где вы такие еще цены найдете со сгущенка видите не пустой эклер а полностью набит сгущенка не фокусируется одним словом вкуснота я вкусненько поела спасибо доченьки за вкусную бабку единственное что у меня явно психосоматика я была когда делала узище телевидной железы она сказала все нормально но я стала говорить что вот мне зажимает это ну как бы я с врачами общаюсь да мне интересно другое мнение она говорит но это тоже может быть психосоматика я такая говорю вот у меня подружка оксана привет чуть не умерла вот так подавилась и все вот это и она мне да такое может быть вы представляете она мне это сказала и у меня сейчас страх засел что я подавлюсь я села есть как бы мне да она сдавливает но я уже привыкла к этому синдрома эффекту не знаю так еще ком в горле появился представляете то есть я глотаю и такое ощущение что там на языке знаете на шершавой части еда застревает вы представляете срочно к психотерапевту и она мне посоветовала одного врача сейчас буду судиться в интернете искать его что за он у нас в бресте в клинике работает сказал что невестка ходила сама стоматолог ей очень понравилось так что мне нужен психотерапевт на любом случае я хочу на физике проверить свое вот это мрт и потом уже буду лечить мозги да это же где-то что-то меня защемляет где-то что тут сидит проблемка и я расстроилась что она реально мне есть эта проблема мне говорили что я здорова да все кто говорил что я здорова привет короче я уже сказала да что я сжимаю зубы во время сна оказывается мне этот врач который я ходила в испании в июне она мне говорила такое что может быть я сжимаю что мне нужны капли но я ходила к стоматологу я не помню в марте зуб сломала у меня все нормально зубами все а сейчас опять пошла вот на прием ну как бы это получается это государственная стоматологическая поликлиника я ходила к зав платного отделения наверно так это звучит вот на консультацию да я нам не сказал я не было два года назад лечила зубы она не сказала что у меня начать я буквально для нас тела на свои зубы и думаю мне показалось нет не показалось я видела что реально но с клыки под нос не могу выбрать стесается стесывается короче зуб зуб да чё стесывается наверно стесывается да и она сказала что да так и есть как бы я ничего не говорила на залезла сама ко мне в рот и сразу это все сказала и сказал что мне нужны капы да вот во время сна получается я это не контролирую я это не могу контролировать во время сна значит я сжимаю челюсть и мне надо делать капы да вот такая грустная история здесь уже я не успеваю делать эти капопа что я планирую через две недели вернуться в испанию не надо быть там срочно срочно возникли дела и поэтому не могу я здесь но буду тогда уже втридорого делать в испании да что стоит сделать и что еще хотел сказать сейчас подумаю скажу а ну и вот этот получается психотерапевта сейчас сяду в интернете поищу и заодно по отвечаю на ваши комментарии 7 вечера еще никому ничего не отвечала тоже целый день сами видите пролазила с дома с 2 часа без 10 2 я вышла и пол седьмого было только дома пока за паспортом паспорт не понадобился пока там все эти узи прошло пока посидела подождала пока меня примут и все приехал домой поела теперь буду отвечать на ваши комментарии мои хорошие вот такая я сегодня занятой человек а еще мне вчера подарили такой браслетик кошачий глаз июльки тоже такой вот церковный браслетик так фокуса нету что мы очень благодарны таким подарочкам кто будет меня смотреть поймет кто мне подарил этот подарок очень благодарны спасибо огромное да и моя заколка здесь лежит на заднем плане пойду показывать вам свои покупочки которые сейчас купила смотрите очередной мою лов можно привыкать что я не покупаю многое хожу по чуть-чуть смотрю высматриваю покупаю купила такие два пряника здорово себе такие а-ля тульские у нас кобри не делают и в этом же фирменном магазине купила на развес печенье имбирное обалденно и вкусно кто живет в бресте на улице гоголя у них фирменный магазин от лодис так вот эти пряники мне не понравились единственное что мне не понравилось вот лодис вот не знаю аромат ароматизатор меда ужас синтетические пряники не понравились печенье вот это обожаю имбирное так и решила пропасти три дня хочу сходить к исповеди купила постное печенье это я буду есть потом надо его спрятать пока это не глядя до купила икру кабачкова картошка есть так что хотел сказать что вот эти пряники меньше евро стоят что-то 2 рубля может не знаю 70 центов евро центов и разговаривала с продавцом оказывается зарплата у него 600 рублей 650 это 200 евро чтобы понимали кто вот мне всегда говорит что беларуси хорошая зарплата вот 200 евро гритрач когда работа на строительном рынке было 1300 то есть там те же там 300 почти чуть может 350 евро у него была зарплата да а сейчас вот в обычном продовольственном то есть магазинчики делать на развес печенье то есть меньше поток людей наверное меньше работы соответственно и зарплата в два раза меньше да что-то я хотела сказать а хотел еще сказать про узи если кто-то захотит провериться ну женщины там вот как моего возраста старше врачи рекомендует ну любой гинеколог рекомендует проверяться раз год то есть одно дело это визит к врачу другое узи потому что визит она не увидит ничего это надо делать узи чтобы что-то увидеть внутри так вот желательно делать узи и улка на идет желательно делать узи до девятого дня цикла то есть седьмой восьмой девятый уже никакой результативный вот вам на заметку пришла моя голодная дочь от топчет путерброд колбасой доедает сидели болтали я про врачей рассказывал я ждет еще вкусный тортик и заварить сейчас не чайок для спокойно нервов что купила читать состав там что-то было валерьянка ромашка солодка священный базилик ромашка солодка корень валерьяны все короче буду пить и успокаивать свои нервы потому что меня уже трясет все хорошо буду причаться с вами успокаивать нервы я люблю себя накрутить как бы ничего страшного вот этот мысли крутит 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 и кстати зашла на в instagram этого психотерапевт которому мне посоветовали и прочитал один пост много интересных моего там постов типа чтоб убрать гиперконтроль вот это все контролировать за всеми следить тревожность вот эту убрать невроз надо доверять доверять миру и людям вот сижу и думаю как это делать как это начать делать доверять миру и людям все мои хорошие буду прищаться с вами всем большое спасибо что были вместе со мной что досмотрели от влог до конца что поддержит меня своими лайками и комментариями и не забываем про супер функцию от youtube супер спасибо я думаю кто пишет комментарии уже это видел там стоит сердечко со знаком доллар если вы хотите порадовать своего любимого блогера чашечкой кофе скинуть мне евро 2 буду очень вам признательна и как всегда потрясите всех обнимаю и целую всем желать всего хорошего до скорых встреч пока пока